Здравствуйте! Как известно, люди любят женщин. Эта любовь людей к женщинам насчитывает тысячелетнюю историю и является духовной основой нашего великого народа. И даже сегодня, в сложное время глобализации, тлетворного и возвращающего влияния Запада, наша традиционная духовность, выраженная в любви человека к женщине, востребована нашим народом и продолжает быть актуальной. Ведь как человек может не любить женщину? Ведь человек всегда отец, брат, муж. А если не муж и не отец? А если не муж, не отец и не брат, то сын. Люди испокон веков, тысячелетиями любили и любят жен, сестер, матерей. А женщина – это в первую очередь мать, сестра, жена. А если она не мать и не жена? А если не мать и не жена, то дочь. Самая высшая форма проявления любви человека к женщине – это достойнейший, важнейший и красивейший традиционный ритуал – свадьба. Несмотря на то, что в сегодняшних условиях ритуал свадьбы утратил все экономические, культовые и социальные функции, наш народ продолжает чтить этот священный обряд выражения любви и почтения. Каждая молодая девушка, принадлежащая нашему народу, мечтает о свадьбе. Как о самом желанном и счастливом моменте своей жизни – моменте становления женщиной, а значит, моменте обретения любви людей. Настоящий человек, любящий и почитающий великие традиции своего народа, обязательно отмечает свой союз с женщиной пышной, роскошной свадьбой. Ведь любовь – это так прекрасно. И нет в этом мире ничего прекрасней, чем любовь человека к женщине. Любовь правит миром, друзья мои. Несмотря на происки всяческих отщепенцев и врагов нашего народа, тлетворная и дегенеративная идеология гендера не смогла победить стойкий и великий дух наших людей. Человек – это человек, а женщина – это женщина. И то, что на Западе ни людей, ни женщин – один сплошной гендер. Но даже на Западе люди устали от этой неестественной природомерзкой идеологии и едут к нам, чтобы прикоснуться к родникам истинной духовности, приобщиться к настоящей любви. И понять-таки, что такое человек с большой буквы и женщина тоже с большой буквы. Никакие гранты и фонды с их никчемной идеологией гендера никогда не смогут сломить стойкий, твердый, устремленный вперед дух нашего народа. И последнее. У нас гомосексуализма нет. Человек не может любить другого человека. Он может и должен любить женщину. Если же человек любит другого человека, то он не человек. Он, да, правильно, гендер, продукт западной пропаганды. Таким не человекам нет места в нашем народе, потому что они лишены главного человеческого качества. Им чушь истинный гуманизм – любовь человека к женщину. Женщина также не может любить женщину, потому что женщина может любить только людей и детей людей. В природе женщины противно все, что не связано с любовью и заботой о людях и о детях людей. Даже такие явления, как образование и работа за пределами дома, чужды природе женщины. Да, эти явления все еще имеют место в нашем обществе. Но мы сделаем все возможное, чтобы их окончательно устранить. Ведь настоящая женщина не работает. Настоящая женщина купается в любви людей. Ну, или в любви одного настоящего человека. Люди и женщины, любите друг друга, как нам завещали наши великие предки. И пусть никакой гендер-шмендер не будет вам в этом помехой. Спасибо за внимание. Ну да, я думаю, там можно будет нарезать, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова